Здравия, добрые молодцы и красные девицы! Приветствую вас на моём канале Зарема Муза. Смотрите, что я сегодня приготовила. Сама придумала. Это морковный салат. Так, для превью, да? Сейчас расскажу. Я очень голодная. Давайте приступим. Здесь лук. Ну, ладно, сейчас он, конечно, немножко сломается, но есть и надо. Как вам мой загар? Смотрите. Жбать надо хорошо. Морковка на тёрке. Чуть-чуть. Один зубчик чеснока. Красный перец. Молотый. Льняное масло. Обычно я ем нерафинированное масло холодного отжима. Такое пахучее. Оно у меня закончилось. А у меня было, ну, стоит дома, льняное масло. Вот я льняное масло заправила. Немножко постояло у меня. И чуток замариновалось, как бы. Петрушка. Петрушка-то вкуснее. Вообще, я с едой так сейчас не запариваюсь. Первое время, когда в 14-м году перешла на живое питание растительное. О, моим друзьям были тёрка и блендер. Когда дойдут, я поняла, что всё гениальное просто. Запариваться вообще не надо. От слова совсем. Но лично для меня. Может, кто-то и любит готовить. Я люблю готовить, но... Редко. Если я, допустим, хочу что-нибудь из корнеплодов, морковь, либо свекла, я, конечно, натру. Блин. Раньше продавались, может быть, помните, в супермаркетах, либо в магазинах, готовые, натертые, типа как салат-ромашка, что ли, назывался. Капуста натертая, морковь свекла. Потом они ушли. Вообще, так было классно. Честно, я вообще не люблю натертые вещи. Ну, корнеплоды. У меня всё в разные стороны летит. Я-то некоторые хозяйки аккуратные такие. Купила я как-то тесак для капусты. Берёшь качан, и вот такой нож, короче, большой. Ну, такой вот он прям. Там какие-то вот так две, два отверстия. И вот так вот нож вставляешь в капусту, держишь как бы за рукоятку. И этим сесаком вот так вот делаешь. У тебя быстро-быстро шинкуется капуста. Особенно полезно для тех, кто, ну, любит квасить капусту, там, солить. Ну, у меня по всей кухне разлетался, а потом маме подарила. Я не знаю. Надо у мамы спросить, она в этом году что-нибудь будет с капустой делать. Она сказала, у неё ничего не летит. Ну, вот так вот, видите. Поэтому, если что-то связано с корнеплодами, на тёрке шинковать. Мне надо помидорами нарезать. Лень. А вы говорите. Вот. Часа два готовила всяк-мубангу. Вот так вот всё делала. Это же не просто так. Зеленушечку я люблю. О, это... Короче, это нугушская зелень. Я брала на рынке у тёти Нины. Тёти Нины, привет! У тёти Нины взяла болгарский перец, чеснок, петрушку. А в магазине тёти Альбина морковь взяла. Вообще, хотела сначала со свеклой. Чё-то я свеклы не нашла. Не время, что ли, ещё. Ну, ещё со свеклой снимем. Вот так вот съела. С утра только чай с мёдом попила. В 14-м году, когда же начала вот это, живым растительным питанием заниматься, у меня была ещё осталась тяга к старой пище, ну, которую я раньше ела, термообработанная, жаль. Я готовила и сыроедческие пиццы, и роллы готовила сыроедческие. Ну, всё сыроедческое как бы. Как бы имитировала старую еду, оливье сыроедное. Я часами проводила на кухне. Боже мой, как у меня времени вот хватало, да, вот этим всем заниматься. Фоткала. У меня старый инстаграм был. Выкладывала. Выкладываю фотки, напишу там по сыроедческе, роллы там, или маринованный баклажан, что-нибудь, канапешки не делаю. Девчонки, рецепт дай. Ну, если честно, рецепт он рецепт, но я всегда по-своему делаю. Это же творчество. Никогда не получится так, что прям 100% по рецепту у тебя будет. У тебя что-нибудь дома не будет. Либо ты что-то любишь больше и туда это добавишь. Поэтому, когда мне спрашивают рецепт, я говорю, голову включай и готовим. Как вот пиццу, допустим, хозяйки начинают готовить. Открывают в холодильник, смотрят, что есть, и добавляют. Вот. Ну, года два. Я полтора, наверное, я занималась этой готовкой, потом поняла, что, ну, уже стали отпускать вот эти вот пристрастия к еде. Уже проще салат помидорно-огуречный, капустный, фрукт, овощи. Самое сложное, я не могу, последнее освободилась я от сладкого. Я была такая сладкоежка. Чтобы вы понимали, коробка конфет могла, ну, съесть вместе с чаем. 300-400 грамм конфет могла тоже, 3-4 чашки пила. Рулеты продавались, рулет могла сразу съесть. Вот. Шоколадные пасты. Потом, когда я поняла, что мне нужно есть мед, когда есть мед, я не хочу сладкое. Заменила спокойно. Ну, у меня сам, говорю, в последнюю очередь ушло сладкое. Я уже ела фрукты, овощи и покупала шоколадные пасты себе. И эту шоколадную пасту, вот такую вот по сутку, да, за 2-3 чайпития себе дала, господи. У меня поэтому все лицо было негладкое. Прыщики, прыщики. Вот. Кофе у меня особенного желания не было пить. Одно время пила, но у меня после кофе такое состояние, как будто спать охота. На цикорий перешла. А цикорий еще хуже. Спать охота. Что-то советуют же цикорий, цикорий. Нет, цикорий не очень. Зашел. Зелень редко ем, потому что сильно в зубах застревает. Там такой летний вкус. Все не пасмурно, поэтому на пляж не пошла. Ну, солнце то и бывает, то и не бывает. Мотиватором по сыроедению и живому питанию был у меня известный блогер. У него 200 тысяч с лишним подписчиков. Роман Милованов из Нижнего Новгорода. Роман, привет. Ты мой лучик света. Ты мое солнце. Спасибо тебе. Вчера только вот смотрела, написала под его видео. Ты мой мотиватор. Бывают же такие люди. Так признательно. Он раньше сильно болел. У него и гетососудистая дистония была. Он питался, пил, курил, ел мясо. Весь больной был, полный был. Взялся за себя в 27-26 лет. Ребята, вот пройдите на его канал. Ему 36 лет. Он так выглядит хорошо. Он здоровый полностью. Я на него смотрела. Он так рассказывает вкусно, интересно. Он такой умничка. Он столько прошел. Он просто работал на обычной работе и потом стал блогером именно по живому питанию. У меня еще много есть блогеров и по питанию, по здоровому людей, которые меня вдохновляли. Но меня больше всего вдохновил Роман. Роман, для Бог тебе здоровья. Дай Бог тебе хорошую невесту найти. Может, ты уже встретил ее. Вообще умничка ты. Я прям смотрю на тебя и каждый раз вдохновляюсь. Он не только еще по здоровому питанию. Вы понимаете, когда переходишь на здоровое питание, открывает другие сферы бытия. Он еще другие сферы бытия рассматривает. Конспирологию, альтернативную историю. Музыкой стал заниматься. Путешествовать больше начал. Здоровое питание, оно открывает мир, как будто бы. Шире, ты видишь. У меня столько энергии появилось. У меня раньше я что-нибудь немножко сделала. Ложусь. Ой, я прилягу, прилягу. Сейчас вообще меня... Я сегодня вообще даже уснуть не могла. Когда день насыщенно проходит, интересно. День, вечер проходит, когда приходишь, эмоции, прям уснуть невозможно. Я раньше наспаться не могла, когда питалась обычной пищей, да? Вот это термообработанное, жареное, вареное, животной пищей. Я наспаться не могла. Сейчас... Ну, сплю, но не так вот. Я это все не съем. Это много. Это я оставлю. Даем потом. Роман Милованов. Красава. Просто. Я еще про него буду рассказывать. Пройдите просто на его канал, посмотрите, как он энергично рассказывает. Я вообще все блоги канала смотрю на скорости полтора-два. Ну, вот скорость там же есть увеличенная. Я просто когда медленно не могу, у меня уже мозг быстро стал соображать. На двушки часто смотрю. Ну, я его, конечно, тоже ускоряю, но его можно даже не ускорять, потому что он так четко говорит у него поставленная речь. И так вот у него глаза горят. Он так вот трудные вещи так просто объясняет. Про молочную промышленность он так рассказывает. Ну, я и так к молоку не была сильно привязана. Но как он про молоко 5-минутный ролик у него есть, как это молоко делается, как туда там попадает гной. Не к столу будет сказано. Он так все рассказал. И как бы те люди, которые, допустим, молоко вот вообще сильно пьют, вот он переубедил, короче, многих. Там уже много комментариев писали молодежи. Не только молодежь. Спасибо, мы про молоко по-другому стали теперь думать, теперь стали пить. И я, допустим, говорю, если у вас проблемы есть с кожей, если у вас проблемы есть с дыханием, потоотделением, выделением половым, то обязательно прекращайте пить молоко. Я не настаиваю, но имейте в виду, что молоко, оно не полезно изначально. Для человека только полезно человеческое молоко. Коровье молоко, там есть казины и опиаты, которые вызывают привыкание и которые подназначен казин для выделения, короче, для рогов и копыт. Человеческое организм это не усывает, поэтому ранние остеопорозы, остеохондрозы, слепота и, ну, короче, ослабление ума в старости. Суставы болят, все такое. И поэтому, молочко я перестала пить, у меня все суставы перестали хрустеть. Ну, короче, ушел запах изо рта, кожа выровнялась, пот, пропал запах пота. Ну, много что у меня изменилось в лучшую сторону вообще. После того, как я перестала пить молоко. Спасибо Роману за это объяснение. Ну, как, я еще Арнольда Эрета читала. Арнольда Эрета, его, кстати, убили за его знания. Тоже он сыроед. Он так, вот у него такая маленькая книжка, брошюрка. Он так классно написал. Я когда в 16-17 году прочла его вот эти брошюры, книги «Бесслизистая диета» Арнольд Эреттон был из Бенгрии. Ну, на немецком языке он говорил. Вот, он настоящий профессионал. Вот, многие, Милованов рассказывает это все в такой шутливом тоне, как бы, а Михаилу Советову, он все рассказывает со стороны науки. Он четко, серьезный очень мужчина, семьянин хороший, нутрициолог. Благодарна очень Михаилу Советову. Такое сегодня видео, немножко сыроеда вегетарианское, ну, как говорится, чем живем, то и рассказываем. Песню хочу спеть. В камине в шесть утра Фотография твоя И все воспоминания Пустота У каминов в шесть утра Разбитая мечта И все Твои воспоминания О тебе Там в конце немножко соврала. Ну, короче, у нас в башке принято немножко импровизировать. Уж простите. Это Эмин поет азербайджанский певец. Мой любимый. После этой песня стал моим любимым. Вот. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будет много интересного. Буду рассказывать про свое путешествие, буду рассказывать про питание, про мое времяпрепровождение, про интересных людей, про блогеров. И вообще у меня столько интересных ситуаций было, что это рассказывать и рассказывать можно всю жизнь. Будем пить чай с медом, будем есть фрукты, овощи и болтать. Всем привет! Всем посылаю лучики добра. Вы мои хорошие. Целую, обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok